Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о курсе философии в рамках большого курса обществознания. Узнаем, кто его ведет, как он устроен и каких результатов вы достигнете, если будете проходить этот курс. Философия помогает нам разобраться в том, что значат самые простые, казалось бы, самые понятные слова. Например, мы пытаемся решить, как распределить зарплату в небольшом коллективе, который выполнил какую-то работу. Что значит распределить справедливо? Можно распределить поровну, можно распределить по вкладу, больше заплатить тому, кто больше работал, можно по результату, чей вклад оказался более продуктивным, тому заплатить больше. Можно заплатить, прям совсем очень просто, кто начальник, тому и больше, остальным поменьше. Все это варианты справедливости. Какой из них правильный? Нет единственного ответа, но есть возможность разобраться в том, какие в принципе бывают варианты ответов. Именно такими исследованиями, казалось бы, очень простых понятий мы и будем заниматься на нашем курсе. В курсе два ведущих лектора. Это я, Юлия Горбатова и Виктор Горбатов. У нас очень большой опыт по созданию заданий и созданию всех прям систем некоторых олимпиад. Мы участвовали в метод-комиссиях и в жюри различных очень крупных олимпиад на протяжении многих и многих лет. Кроме того, в нашем курсе есть три лектора. Это ребята, которые сами, как и вы, прошли множество-множество олимпиад, становились призерами и победили. И сейчас они дарят свои знания вам и, главное, помогли нам посмотреть на олимпиаду с другой стороны, со стороны участников. Таким образом, мы смогли учесть какие-то трудности и тонкости, которые возникают у участников, когда они приступают к выполнению заданий. Теперь мы можем и этими знаниями тоже поделиться с вами. Что мы будем изучать в рамках нашего курса? Он состоит из восьми занятий. Первое занятие посвящено исследованию того, что такое мышление и аргументация. Следующие шесть рассматривают важные с философской точки зрения понятия в их исторической перспективе. И последнее занятие для тех, кто знает, что в их олимпиадах встречаются логические задачи. Почему мы выбрали именно такие темы? Вот короткий ответ на этот вопрос. Очень важно в рамках олимпиады, да и вообще в рамках жизни уметь хорошо рассуждать, уметь красиво, последовательно и обоснованно изложить свою позицию. Поэтому первое занятие именно об этом, чтобы вы научились еще четче, я уверена, вы умеете, но еще четче прослеживать ход собственной мысли, ее убедительность. Следующие занятия помогут вам под неожиданным углом посмотреть на то, как устроена философия. Не в виде исторической череды персоналий, разнообразных философов от Валеса до наших дней, а в виде того, как изменяется одно и то же понятие на протяжении веков, как это связано с другими понятиями, как это связано с различными иными философскими концепциями, как много от этого зависит. И последнее занятие – занятие для тех, кто собирается решать логические задачи. Это краткое введение в логику. Там будут рассмотрены основные логические теории. Не подробно, но так, чтобы вам было легче ориентироваться в логических задачах. И, конечно, там будут примеры самих логических задач, которые часто встречаются на Олимпиадах. Наша задача – не повторить учебники по истории философии. Такие учебники уже есть, вы можете их открыть и почитать. Сначала был Фалес, через некоторое время был Платон, потом Декарт, потом Кант, потом кто-нибудь еще. Это все очень интересно и полезно, но это вы можете узнать и без нас. Поэтому мы поставили себе совершенно другую задачу. Мы хотели бы, чтобы вы увидели, что сами философские понятия имеют долгую-долгую историю. И она очень изменчива, и страшно интересно ее проследить. И тогда многое из того, что происходит сейчас в нашей жизни, предстает совершенно иным и гораздо более понятным. Хотя, как мы уже знаем, ни один философский вопрос не имеет однозначного ответа. Тем не менее, философия, поданная в том ключе, в котором мы собираемся вам ее подать, позволяет многое в жизни прояснить. Что мы будем делать, чтобы это прояснение случилось? В первую очередь мы, конечно, ориентируемся на те задания, которые использовались в других Олимпиадах, точнее, в Олимпиадах предыдущих лет. Это и задания первого тура, и задания финального тура таких известных Олимпиад, как Высшая проба по обществознанию, по философии и Всероссийская Олимпиада школьников по обществознанию. Но этого, очевидно, недостаточно. Это помогает вам спокойнее смотреть на задания, когда вы пришли на Олимпиаду, но это недостаточно для того, чтобы научиться самостоятельно и хорошо рассуждать. Поэтому, конечно, мы придумали для вас специальные дополнительные задания, которые обязательно будут проверять специально обученные люди, чтобы вы прокачали те навыки, которые пригодятся вам не только при прохождении Олимпиад, но и во всю дальнейшую жизнь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова